Международный Олимпийский комитет 28 марта после долгих споров объявил, что белорусских и российских спортсменов могут допустить до международных соревнований. По словам президента МОК Томаса Баха, решения о том, кто может участвовать в соревнованиях, должны приниматься исходя из спортивных заслуг, а не по политическим мотивам или из цвета паспорта. Напомним, спортсмены из России и Беларуси были отстранены от международных состязаний год назад в ответ на вторжение России в Украину. Согласно рекомендации МОК, белорусских и российских спортсменов могут допустить к соревнованиям при соблюдении ряда условий. Они должны выступать в нейтральном статусе, без флага, гимна и символики, только в индивидуальных видах спорта, а также не поддерживать вторжение России в Украину и не иметь связей с армией или силовыми ведомствами. Применительно в белорусской действительности спортсменов с погонами очень много и даже в видах спорта, которые, с одной стороны, вообще никак не ассоциируются с военной деятельностью. Словом говоря, когда биатлонисты носят погоны, это понятно, когда художественная гимнастика в погонах, тоже несколько забавно. У военнослужащих, которые относятся к какому-то силовому блоку в Беларуси, достаточно много. Сложно сказать в процентном соотношении, но явно больше половины. Фактически, если говорить сейчас о том, кто не пройдет это СИДО, но это большинство белорусских топ-спортсменов, которые могли бы претендовать на попадание на Олимпиаду. Впрочем, вопрос касательно участия россиян и белорусов в Олимпиаде в МОК обещают рассмотреть позже. Речь идет о международных соревнованиях, а не олимпийских играх. Олимпиада проводится под эгидой МОКа, а все остальные топовые крупные турниры под эгидой международных спортивных федераций. Вот эти федерации должны рассмотреть в индивидуальном порядке вопрос допуска российских и белорусских спортсменов. Анатолий Котов полагает, что возможность попасть на международные соревнования теоретически есть у белорусских теннисистов, грибцов и художественных гимнастов и гимнасток, при условии, что соответствующие федерации примут рекомендации МОК. А вот для самой массовой команды легкоатлетов путь в Париж, похоже, закрыт. Ведь Международная ассоциация легкоатлетических федераций продлила отстранение белорусских спортсменов до тех пор, пока будет длиться война в Украине. В свою очередь в Международные федерации фехтования решили допустить белорусов и россиян. Это вызвало негодование среди украинских спортсменов, а также в ряде других стран, например, в Дании и Германии. Понятно, что есть гидро стран, которые занимают более принципиальную позицию по отношению к допуску или недопуску. Соревнования квалификационные проходят и на территории этих стран, и, в общем-то, мы видим на примере того же самого фехтования, где МОК разрешил, Федерация разрешила. А страны не хотят принимать соревнования, которые могут носить в том числе квалификационный характер. Решение Международного олимпийского комитета, оно, с одной стороны, очень гибридный, вроде как бы серьезный шаг навстречу. Но пока на практике ожидать какого-то массированного массового десанта Z-спортсменов или латентных Z-спортсменов, которые просто будут молчать, не отвечать на вопросы прессы, глаза в пол, мы просто соревнуемся, а еще вот мы туда едим. Единственное, что смогут из себя выдавить, такого десанта не будет. А как быть со спортсменами, которые выразили свою продемократическую и антивоенную позицию? Легкоатлетка Кристина Тимановская, которая из-за конфликта с белорусскими чиновниками на Олимпиаде в Токио отказалась возвращаться в Беларусь, до сих пор ждет решения о смене спортивного гражданства. Белорусские спортсмены, которые с 2020 года заняли достаточно последовательную и принципиальную позицию в отношении того, что происходит в стране, а сейчас еще и в отношении к войне против Украины, но они находятся в таком достаточно дискриминированном положении, потому что режим на Беларусь они не представляют. Часть находится в так называемом карантине, то есть в переходном периоде из одного спортивного гражданства в другое спортивное гражданство. Кто-то прекратил, закончил фактически свою карьеру. В общем, таких спортсменов, которые могли бы претендовать на квалификацию даже, их тоже очень мало. Это беда, точнее это следствие вообще ситуации не только в стране, но и в белорусском спорте в целом. У режима мало спортсменов, и как бы с другой стороны, у демократической Беларуси их еще меньше. К большому сожалению, вот эта яма, в которой мы все погружаемся, понятие белорусский спорт, так или иначе, нанесла ему очень серьезный урон на долгие-долгие годы вперед. В Белорусском фонде спортивной солидарности, основанном после протестов в 2020 году, работают над тем, чтобы спортсмены, выразившие свою продемократическую позицию, имели шансы участвовать в отборе на Олимпиаду. Но как бы там ни было, подчеркивает Анатолий Котов, белорусские спортсмены на Олимпиаде в Париже, если и будут, то лишь единицы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова